Решение проблем детского чтения прежде всего требует консолидации сил педагогов, издателей и родителей, а самое главное — слаженные работы единого концептуального подхода. На классические вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?» выступавшие на круглом столе нашли весьма интересные и неординарные ответы. Педагог среднеобразовательной школы АИК АГАТА, редактор отдела детского издательства «Кэскиль» Анатолий Павлов, Дабелл считает, что в этом виновата общество. Анатолий Николаевич призвал коллег приучить детей к осознанному чтению. Надо поднять вопрос к проблему нравственного развития личности в данный момент. Что такое вот эта проблема нравственности? Это мораль, честь, совесть, это философское понимание жизни. Вот такой вопрос ставится испокон веку в любом устрое. В свое время в рабовладительском устрое поднял данную проблему, проблему чтения плута. И вот трактатель, как юноши слушают поэтические произведения, он поставил вопрос. Молодежь, молодежь, начал читать всякую пеллимингу без никаких ориентиров. В данный момент, у нас тоже в данной ситуации стала проблема нравственности, морали. Сейчас в любой литературе очень трудно найти вот такие этические критерии, моральные, нравственные. Почему люди вот перестали читать? В то время, полутав, он говорил, что надо ребенка учить правильно читать. Осознанное чтение. А для этого нужно вот старшему человеку, учителю, преподавателю, философу. Надо разъяснить суть данного произведения, а не дать самостоятельно читать. Ну, сейчас многим кажется, что все умеют читать. Буклы бы вы знали, мы можем читать. Но самогнение очень высокое. Конечно, там никаких критерий не ставится. В то время, вот полутав поднял данную проблему, в то время, когда в деревне Риме начали преследовать философа. Начало исчезать культуры образования мудрости, философские школы. Император Домица начал преследовать философов. Была запрещена речь человека. Запретили. Начали теревовать только по буквам книги. По тексту. Чтоб человек говорил только по тексту. Сейчас вот у нас тоже это идет. И поэтому вот это утеря, развитие вот речи, вот речевая культура, очень слабая нас. И вот в то время, вот, Плутавр пытался как-то восстановить речевую культуру. Чтоб люди умели разговаривать друг с другом. Это философская школа называется. В результате разговора выявляется мудрость, ценность, какие-то качества. И с запретом, вот это, ну, в свое время истиняли утератор, это 500, если не ошибаюсь, и подводить в память, 586-го года, и сдал запрет на речь. И те, которые занимались вот этим устной речью, разговором, их называли язычниками. А в украине, как говорится, стали на первый план. Те, которые говорят по книгам. Платон в свое время, философ, говорил, если развитие книги пойдет одностороннее, люди перестанут думать. Перестанут думать. Они будут повторять то, что написано в книге. Самостоятельное мышление исчезнет. Поэтому в данной ситуации сейчас, в современное время, стала проблема нравственности. Как восстановить нравственность? Особенно вот в литературе. У нас, мы не можем говорить сейчас, вот у нас нравственность в литературе цветет. Такого нет. Мы говорим, что ребенок не считает. Только одностороннее это говорит. А у нас проблема очень большая. Воспитательная часть. Не воспитывая ребенка грамотно мыслить, грамотно говорить, то есть излагать свою мысль, мы не можем доставлять его читать. Действительно, нужно готовить компетентных людей для обучения ребенка к чтению. Компетенция должна быть. Человек должен знать глубоко данное произведение. Хотя бы одну и две, чтобы объяснить все произведения. А не все было подряд читать. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.